Переведено и озвучено. А вообще, обязательно все эти вставки делать, да? Привет, Весос! С вами Майкл. Это фото было сделано полтора года назад. Но сами пирамиды гораздо старше. Насколько старше? Да, настолько, что пирамиды в Гизе были столь же древними для древних римлян, как древние римляне для нас. Да, в то время, как строились эти пирамиды, на острове Врангеля жили шерстистые мамонты. И это достаточно давно. Но погоди впечатляться. Мы часто изучаем прошлое блоками, отдельными главами, которые не учитывают тот факт, что многие из них ближе к друг другу, чем ты думаешь. Они буквально идут одна поверх другой. Анна Франк и Мартин Лютер Кинг-младший родились в один год. К концу 60-х годов 20-го века люди проделали долгий путь, начав покорять космос. Но пока мы отправляли первые зонды на Луну, Венеру и Марс, браки между чернокожими и белокожими людьми в 16 штатах США были вне закона. Гильотина кажется жутким пережитком давно минувших дней, но последний раз ею воспользовались во Франции, чтобы официально обезглавить преступника в год выхода Звездных войн. Когда генерал Кастер сражался с коренными племенами на границе Америки, тогда же строился Бруклинский мост. И тогда же жили люди, которые позже наблюдали за высадкой на Луну по телевидению. За время одной человеческой жизни был пройден путь от последнего сражения Кастера до первого шага Армстронга. Но все эти истории, от пирамид до Юлия Цезаря и до тебя, смотрящего это видео, относятся к невероятно крошечной части книги человеческой истории. По сравнению с тем, какой была жизнь человека на Земле раньше, наше сегодняшнее общество странно, или WEIRD. WEIRD — это акроним, который использует Джаред Даймонд в своей новой книге «Мир до вчерашнего дня». Джаред Даймонд — автор книг «Оружие, микробы и сталь» и «Коллапс». И сегодня он здесь, чтобы поговорить о том, что же такое WEIRD. WEIRD или W-E-R-D — аббревиатура «Западное, образованное, индустриальное, богатое, демократическое». Когда мы говорим о человеческой природе, речь идет об узком промежутке времени существования общества. К традиционному обществу относились все с самого начала человеческой эволюции 6 миллионов лет назад. Пока в последние 10 тысяч лет мы впервые не начали сталкиваться с незнакомыми сообществами, потом придумали письмо, потом появились цари. Все это стало само собой разумеющимся нашим всем последние 5-10 тысяч лет. А вот интернет или медиа — наше все только последние несколько десятилетий. Относительная свежесть WEIRD сообщества, с учетом того, с какой скоростью растет информация и знание, означает, что не так давно мы думали о довольно странных вещах. Например, в 1903 году New York Times предсказывала, что построить летающие механизмы будет возможно в течение от 1 до 10 миллионов лет. Позже, в том же году, братья Райт взлетели в Китти Хоук, а в 1908 году утверждалось, что ни один летающий механизм никогда не долетит от Нью-Йорка до Парижа. Кто же сморозил такую глупость? Один из братьев Райт. В 1962-м звукозаписывающая компания Дека отказала молодой рок-группе, сказав, что им не нравится их звучание и что гитарная музыка уходит в прошлое. Догадывайтесь, что за группа? Битлз. Есть версия, что Кит Мун и Джон Энсвилл как-то нелестно высказались о составе The New Yardbirds, из-за которого она резко пойдет вниз, как воздушный шар или свинцовый дирижабль, он же Zeppelin made out of lead. Но Джимми Пейдж не растерялся и просто взял эту фразу, сделав из нее новое название для своей группы. Он убрал A, чтобы это не произносили как lead, и с тех пор мы знаем Led Zeppelin. Есть свидетельства, что нацисты были не до конца уверены, что Земля шарообразна, и что мы живем на ее внешней поверхности. Вместо этого они считали, что континенты находятся внутри полых, вогнутых полусфер, со звездами, луной и планетами в середине. Нет, я серьезно. История гласит, что доктор Хайнс Фишер был отправлен на остров Рюген, чтобы шпионить за британцами. Вообще-то кривизна поверхности Земли не позволила бы им этого сделать, но в силу своего убеждения о том, что Земля имела вогнутую форму, они направили свои телескопы вверх под 45 градусов. Понятное дело, что эксперимент был провален. Торжественные открытия Эйфелевой башни, и Уолл-стрит-джорнал, и Звездная ночь, и Кока-кола, и Нинтендо, и Адольф Гитлер — все это началось в 1889-м, как и жизнь одного человека по имени Томас Миджли-младший. Будучи прославленным в свое время, наследие Миджли позже было запятнанно негативными последствиями его изобретений. Его вклад в развитие общества впечатляюще катастрофичен. В конце 20-х годов 20-го века Миджли впервые синтезировал хлор в туруглерот, или CFC, за что был удостоен медали Перкина «Общество химической промышленности». И только позже стало понятно, что тонны CFC, используемые нами, уничтожали по 4% атмосферного защитного слоя озона каждые 10 лет. Подобно вирусу, он оставил рану, которая окончательно залечится, когда ты и я будем давным-давно мертвы. В начале 20-х Миджли обнаружил, что добавляя в бензин тетраэтил свинец, можно снизить износ двигателей, предотвращая хлопки. За это открытие в 1923 году Американское химическое общество вручило ему медаль Николса. Были и другие, более безопасные варианты, но Дженерал Мотрос были совладельцем патента на тетраэтил свинец, и они не могли отказаться от прибыли. Поэтому они преподносили его как лучший вариант. И практически мгновенно почти каждый автомобиль в мире выбрасывал свинец в атмосферу и почву, а оттуда он попадал в нашу кровь. Люди травились свинцом десятилетиями. Сегодня для здоровых детей допустимый уровень содержания свинца в крови менее 5 микрограмм на 100 мл. А вот после популяризации бензина со свинцом от Миджли, у 88% американских детей это значение было выше в 2 раза. И когда в 70-е наконец перестали использовать бензин с содержанием свинца, это значение упало до 9%. Свинец, нейротоксин и даже небольшое его содержание, как это изобретение Миджли, может вызвать снижение интеллекта и повысить склонность к антисоциальному поведению. В Фордхамском университете обнаружили, что преступное и жестокое поведение среди молодежи часто определяется повышенным содержанием свинца в крови. Жуть! Увеличение и снижение жестоких преступлений среди несовершеннолетних в 20 веке значительно повторяет поведение графика повышения и снижения содержания свинца в крови у дошкольников по всему миру. Историк Джей Ар Макнил отметил, что Миджли повлиял на атмосферу больше, чем любой другой одиночный организм за всю историю Земли. Последнее изобретение Миджли оказалось еще хуже. Ну, для него. В 1940 году он заболел полиомиелитом. Чтобы как-то облегчить его друзьям и семье уход за ним, он разработал замысловатую систему из веревок и блоков. И как это уже случалось с ним ранее, поначалу изобретение казалось превосходным, но 4 года спустя он случайно запутался в веревках и его собственное изобретение задушило его до смерти. Жизнь Миджли заняла 55 тысячных человеческой истории, и грубо говоря, твоя займет столько же. Чтобы легче себе это представить, давай-ка попутешествуем во времени и начнем прямо сейчас. Начнем со 100 тысяч лет назад, с истоков современного человека, и будем двигаться вперед со скоростью тысячелетия в секунду. Как видишь, немногое меняется. Наш современный мир быстро промелькнет в конце. Вот и все. Столько он и занял. Так что будь внимателен, не пропусти его. И как всегда, спасибо, что смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok